Вы смотрите итоговые новости на Оркин Медиа в студии Ольга Сивоха. Здравствуйте! Сегодня я и мои коллеги расскажем вам, чем запомнилась уходящая неделя. Через минуту вы увидите. Поиски продолжаются. Спасатели уже неделю ищут кыргызского рыбака, который пробал на озере Балхаш. Также участвуют в поисковых работах спасатели с Приозерска города и Стараза. Гиблое дело. Балхашский дачник нашел под своим забором мертвую корову. Смотрю, корова лежит. Прямо под забором. Электрический коллапс. Жители станции Балхаш из-за перепада напряжения лишились бытовой техники. У всех горели, я не знаю, что это. У всех телевизор, компьютеры. И обо всем подробнее. По течению. На южном берегу озера Балхаш пропал рыбак. Мужчина отправился на промысел 1 июля. И с тех пор о нем ничего не известно. На воду гражданин Кыргызстана вышел на резиновой лодке в заливе Каратубек. По предположениям, в непогоду шлюпку унесло в открытое озеро. Два дня родственники сами пытались найти пропавшего и только потом обратились к специалистам. Погода позволила спасателям начать поиски с понедельника. Чаесники обследовали территорию возле острова Монорал, южный берег. Пока никаких следов рыбака не нашли. С нашего подразделения на поиски выехали группа из четырех человек, две единицы техники. Также участвуют в поисковых работах спасатели с Приозерска города и Стараза. Чья корова мычала? Балхашский дачник обнаружил под забором участка мертвое животное. Из-за последних новостей о вспышках сибирской язвы садоводы забили тревогу. На место выехали ветеринарные врачи. Удалось найти хозяина скотины. Продолжение темы в следующем сюжете. Дачник Дмитрий Войнов показывает место, где на днях обнаружил неприятную находку. Прямо под забором его участка лежала мертвая корова. Животное уже начало разлагаться. Чтобы избавиться от зловонного запаха, мужчина оттащил труп на свалку. В понедельник пошел посмотреть воду вон туда, задвижку. Вышел, вонь. Смотрю, корова лежит. Прямо под забором. Как-то вот так вот. Ну, пока с водой туда-сюда. Потом взял ее и оттащил. Соседи по даче тут же забили тревогу. Отчего скончалось животное. Председатель садоводческого общества сообщила ветеринару. Мне дачник объявил о том, что корова сдохла у него сзади огорода. Потом я в Акимат позвонила. Сначала в милицию позвонила. Узнала, куда что-то надо позвонить. Потом сказали, что 112 позвони. Потом позвонила ветврачам. С утра вот они меня сегодня бомбят. Алтына, почему здесь это такое происходит? Вдруг там какая-нибудь... Ему говорят, дети у нас здесь. Ветеринарный врач подъехал на место происшествия вместе с нашей съемочной группой. Несколько звонков и побирки мертвой коровы удалось установить ее хозяина. Оказалось, что погибшая рогатая в розыске уже неделю. В начале месяца она не вернулась домой с пастбища. Вот только выяснять, от чего умерла буренка, специалист был не намерен. Да, я хозяин нашел. Это Акт-Улайский район. Корова с Акт-Улайский район. Не, у нас здесь вот коровы все привиты против сибирской язвы там. Не, здесь бояться не о чем. Поставить диагноз мертвой скотине не смогли и октагайские ветеринары. Останки коровы, которые наделали шуму, они вывезли за город. Предположительной причиной смерти животного, по мнению ветеринаров, могло стать отравление. Ольга Сивоха, Думан Колыбаев, Уркин Медиа. Электрический стресс. Жители 50 домов на станции Балхаш остались без бытовых приборов. Отключение света из-за поломки трансформатора привело к перенапряжению в сетях, которое техника не выдержала. Что делать в таких случаях и кто должен возмещать убытки, выясняли наши журналисты. В каждом доме улицы Степная станции Балхаш работает мастер по ремонту техники. Почти 50 семей в один день остались без бытовых приборов. Произошло это, когда на двух линиях просто выключили свет. Из строя вышел предохранитель на трансформаторе. Из-за этого электричества не было сутки. Его появление привело к неожиданным последствиям. Здесь шум был, там какой-то час у всех горели. Я не знаю, что это. У всех телевизор. Компьютеры, вот эти, что там у них, телефон тоже, что-то не работало. У меня стиральная машина, ноутбук, вай-фай, этот, арестон. Все сгорело. Она все прямо срезает, пшш, пшш, а с искрой подали. Выяснилось, что этот район обслуживает сразу две энергоорганизации, которые относятся к городу Агадырь, Шетского района. И по классическому сценарию, каждая винит в перебоях вторую фирму и погоду. Это же там не наша вина. А от чья? Погодные условия. Из-за этого перенапряжение? Из-за этого перепад напряжения было и... А как погода связана с напряжением? Ветер. Как бы ветер поднимается, или дождь пошел, например. Многие перегоревшие приборы уже отправили на ремонт. По некоторым вынесли вердикт – восстановлению не подлежит. Пока снабженцы током не могут определиться, к кому же относится пострадавший район, его жители надеются вернуть свое. Основным документом будет являться акт, составленный с участием КСК и представителей Балхаш-энерго. Этот акт будет подтверждать, что в сетях дома было высокое напряжение. Людям надо обратиться в соответствующую специализированную организацию, которая в городе у нас есть. Они произведут ремонт и по разлетам ремонта выдадут документы финансовые. С этими двумя документами пострадавшие должны обратиться в суд и запросить компенсацию. В практике юристов несколько раз были подобные случаи, и во всех жертвы нерадивых электриков получили возмещение. Коммунальные загадки. В нашу редакцию часто обращаются балхашцы, которые столкнулись с проблемами в работе КСК. Нередко получается так, что решить некоторые обслуживающие организации не в силах. Услуги не входят в перечень по договорам. А что же обязаны делать сотрудники КСК, пыталась разобраться Виктория Буханцева. Сотрудники КСК УАКЫТ сегодня приводят в порядок подъезд дома на микрорайоне Шашубая. Поступила заявка застеклить подъезд. В соседнем доме пришло время обновить крыльцо. За 30 тенге с квадратного метра в месяц коммунальщики не только повелят, но и отремонтируют лестницы, входные двери и подготовят дом к отопительному сезону. КСК призваны заниматься текущим ремонтом. Мы не делаем капитальный ремонт. Допустим, сейчас очень много жалоб жителей на течь кровли. Кровельные работы – это относится к разряду капитального ремонта. Все то, что в квартире находится, относится к частной собственности жителей. Это оказывается платные услуги. Почти все те же работы, но дороже 37 тенге с квадрата, делает организация «Балхаш-универсал». Гигант среди местных КСК обслуживает 375 домов, а это 73% города. Есть и отличия. Фирма проводит дезинфекцию подвалов от насекомых и теплоизоляцию труб отопления. А за дополнительную плату установят датчики автоматического включения света и камеры видеонаблюдения. В текущем году, согласно новому периодичному услугу, ремонты подъездов проводятся при отсутствии дебиторской задолженности и 100% оплате коммунальных услуг пред нашему предприятию и из материала жителей. Для обслуживающих организаций есть общий рекомендуемый перечень работ. В нем полив, ремонт цокольных частей дома, окопка и побелка деревьев. А ведь бывает, что КСК открещивается от таких работ. Поэтому каждому жителю лучше иметь при себе договоры, чтобы знать, за что же все-таки мы платим деньги. Виктория Буханцева, Думан Колыбаев, Оркин Медиа. Трудовой базар. Почти 150 человек примут на работу в организации города. 30 фирм ждут специалистов разных направлений. Наибольший спрос на педагогов, школы, детские сады, колледжи. Требуются учителя, методисты, воспитатели, психологи, библиотекари, музыкальные работники, уборщики и врачи. Медики нужны во вторую поликлинику. Землеустроителя, юриста, геодезиста, строителя и архитектора примут в отдел земельных отношений. Официантов, поворов, кухработников ждут в местных кафе. Также есть свободные вакансии для инженеров, раздатчиков нефтепродуктов и сварщиков. В рамках дорожной карты занятости 2020 в текущем году планируется текущий ремонт в поселке Саяк. Это дворец культуры Горняков. Незаконный свет в Казахстане будут штрафовать за лампочки Ильича. Приборы накаливания отныне нельзя продавать и использовать на предприятиях и даже в небольших организациях. Под запрет попали лампы выше 25 ватт. К слову, вне закона они уже с января 2014 года. Однако 40% рынка лампы накаливания до сих пор не уступили экономичным. Теперь правительство намерено создать специальные департаменты, которые будут проверять объекты крупного, среднего и малого бизнеса. Предприниматели, которые не перешли на энергосберегающие осветители, будут оштрафованы. Сумма денежного наказания будет зависеть от размера бизнеса. Лампочки Ильича мы не привозим, потому что действительно лампочки эти спросом у нас не пользуются. И мы никогда их не привозили, потому что вообще-то я слышала, что они уже сняты с производства, должны быть сняты с производства. Но в основном у нас пользуются лампочки спросом энергосберегающие. Хорошо берут люди. У нас цены доступные, поэтому пусть приходят. Бесплатная медицина. На следующей неделе в Балхаш приезжают врачи из области. Медики будут консультировать детей до 18 лет и пары с диагнозом бесплодие. С понедельника на базе второй поликлиники будут вести прием карагандинский невропатолог, нефролог и хирург. Записаться на прием можно через регистратуру, а также по телефону. В это же время в первой поликлинике работу начнут аллерголог и эндокринолог. Получить консультации врачей можно будет до 16 июля. 12 числа в Центральной городской больнице специалисты из области готовы принять тех, кто не может завести ребенка. На прием ждут обоих супругов. Выяснять причины бесплодия и назначить возможное лечение помогут гинеколог-репродуктолог высшей категории и эмбриолог клиники Акжан. Цель такая, чтобы провести консультативный прием, охватить всех детей. Прием будет с 9 до 6 часов. В области единственная областная детско-клиническая больница и все специалисты будут отутны. Конечно, они врачи высшей квалификации, первой, второй категории, высшей категории. Солнце, деньги и пляж. Сколько стоит отдых на берегу Балхаша? В разгар лета наши журналисты взглянули на прайсы домов отдыха у озера и выяснили, куда ходить простым с мирными и где можно провести отпуск роскошно. Сервис и развлечения на разный кошелек и другие подробности летнего отдыха в следующем сюжете. Наталья Остафьева проехала около 400 километров в поисках солнца и теплого песка. Гости из Караганды побывала во многих зонах отдыха. В этом году выбор пал на берег в поселке Чубар-Тюбек. Вид на озеро, тренажерный зал, теннисный корж, шведский стол и финская сауна. Обходятся женщине в 40 тысяч тенге в сутки. Но игра стоит свеч. Тут даже есть сейф, где можно хранить свои личные вещи. Набираешь код и у нас есть здесь сейф, чтобы складывать деньги, сумки, документы. Убираются вообще раз в три дня. Они пылесосят, моют полы, меняют постель. Белоснежная постель, ни хлоркой, ничем не воняет, отлично пахнет. На ощупь приятные. Хорошие подушки, хорошее одеяло. Для тех, кто хочет насладиться отдыхом за умеренные деньги, предлагают номера «Стандарт». На берегу в районе Барковского в небольшой комнате все необходимое для уикенда. Климат-контроль, телевизор, холодильник и удобство. В 16 тысяч тенге не входит питание. Зато можно загорать на пляже и прыгать с батутов сколько угодно. У нас два вида цен. Первая цена у нас комнатка на два человека, стоимость 8 тысяч. Что там входит? Там две кроватки у нас полуторки стоят, холодильник, телевизор, кондиционер. Удобство есть, но в конце коридора. У нас есть один домик двухэтажный, он на 10 человек. Стоимость этого домика 35 тысяч. На первом этаже у нас мягкая мебель стоит. Все это раздвигается, все это выдвигается. И на втором этаже, соответственно, кроватки. Если обстановка в номере не самая главная, можно арендовать койку места. Стартовая цена – двух тысяч тенге. А дальше кто как договорится. Душ и унитаз придется делить с соседями. В вашем распоряжении чистый воздух, озеро и пляж. Ну а если отдыхать дикарями на бесплатном пляже, то цена отдыха может сойти до расходов на транспорт и еду. На перегонке с ветром болхарские яхтсмены устроили гонки на воде. Судна разного класса вышли в скоростное плавание в городской бухте. Для некоторых участников состязание закончилось так и не начавшись. Секреты и правила регаты в материале Виктории Буханцевой. Удачный финиш, хороший старт. Перед выходом на воду Давид Кипшидзе не спеша готовит судно. Водной стихии 14-летний спортсмен уже три года и трижды успел поучаствовать на республиканских соревнованиях на Копчегае. В прошлом году оттуда он привез серебряную медаль и несколько профессиональных секретов. А вот некоторых парус все-таки подвел. Для дуэта спортсменов на Кадете гонка закончилась так и не начавшись. Из-за поломки яхта сошла с дистанции. До берега она добиралась уже не своим ходом. Порвался трос. Надо было сразу поменять перед гонкой, но мы не поменяли. И так, как она порвалась, у нас упала мачта. Ну, бывают случаи такие, да. Ну, и у нас и яхты такие уже, сыпятся. Остальные участники стартовали благополучно. Судам разных классов, Кадету, Лучу и Оптимисту, предстоит пройти одинаковый маршрут – больше четырех километров. В регату заявлялись десять участников, но вышли на озеро лишь половина. Виктория Буханцева, Лесту, Кибеков, Уркин, Медиа. Полоса удач. Болгарский «Металлург» победил очередного соперника. Игра с Абайским «Жигером» закончилась со счетом 3-1 в пользу наших футболистов. Уже в первом тайме «Металлург» вырвался в лидеры. Его игрокам удалось забить два гола. Во второй половине матча болгарцы еще один раз отправили мяч в ворота. Уже в конце игры «Жигеровцы» все-таки забили гол в раздевалку. Итог 3-1. Так, на счету наших спортсменов теперь уже пять побед, 15 очков и первое место в турнирной таблице. Авторы триумфа – Каежан Колыбаев, Нужан Кадыров, Сергей Симоненко. Это была вторая игра с Абайской командой. В первом круге футболисты «Металлурга» тоже одержали победу. Тогда за весь матч забили всего один раз. Теперь болгарскую сборную ждет в гости уже побежденный «Колос» из-за Сакаровки. Думаю, матч будет нетрудным. Мы с «Колосом» уже встречались и всегда побеждали. В первом круге на нашем поле мы выиграли эту команду со счетом 5-1. Как получится в этот раз, покажет игра. И в завершение выпуска мы расскажем, чем занять свободное время в ближайшие семь дней. В расписании международное ралли, шахматный турнир и многое другое. Смотрите и записывайте. Шелковый путь. В среду 13 июля в Балхаш приедут участники международного ралли. Грандиозное автомобильное соревнование стартует 8 июля на Красной площади и пройдет по территории трех стран – России, Казахстана и Китая. Одним из пунктов марафона станет и наш город. Участников встретят в районе аэропорта развлекательной программой, которая начнется в полдень. Горячая профессия. Совсем скоро свой праздник отметят металлурги. Узнать, как и чьими руками создавался медный гигант на Балхаше, приглашает в городской музей. Выставка с фото и документами выдающихся металлургов открывается в 10 утра. Черное-белое. 11 и 13 июня посетители пришкольных лагерей сойдутся в интеллектуальных поединках. Во дворце школьников состоится шахматный турнир. Увидеть, что на каникулах можно отдыхать с пользой и повалить за игроков можно в 10 утра. Футбол в погонах. Работники силовых структур проведут спецоперацию на поле стадиона «Металлург». Правда, захватывать им придется не преступников, а ворота соперников. В 10.00 стартуют товарищеские матчи. Кто окажется лучшим, узнаем 15 июля. Виктория Буканцева, Илья Стокебека, Форкин Медиа. В Алматинской области в выгребной яме туалета нашли новорожденного малыша. На регистрацию родившихся детей теперь дают три дня. Президент страны утвердил, кто будет проверять госслужащих. Португалия – первый финалист чемпионата Европы 2016. Подробнее об этом в рубрике «Дайджест». По следам кукушки полицейские Алматинской области задержали мать брошенного в туалете ребенка. Девочку в выгребной яме 4 июля обнаружила жительница села Акши. Малышку доставили в больницу с переохлаждением, но врачи сообщили, что сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Через несколько дней правоохранители задержали 24-летнюю горе-родительницу. Она призналась, что хотела избавиться от дитя. На нее завели уголовное дело. По некоторым данным, два года назад женщина также бросила своего ребенка. Тогда малыш погиб. Оценочная иерархия президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил список тех, кто оценивает политических госслужащих. Согласно документу, только глава государства может судить о качестве работы премьер-министра, председателя Национального банка Казахстана, помощника президента, председателя Высшего судебного совета Республики Казахстан, генерального прокурора, председателя КМБ, а также министров и полномочных представителей республики. Успеть за 72 часа теперь оформлять официальные документы на новорожденных нужно в течение первых трех дней. Министерство юстиции внесло поправки в правила регистрации граждан. Заявление можно написать и подать в регистрирующий орган или в государственную корпорацию правительства для граждан, либо через веб-портал электронного правительства. Заявку принимают в письменной форме, либо в электронном виде. Португалия победила Уэльс и вышла в финал Евро-2016. Полуфинал чемпионата по футболу прошел в Лионе. Первый тайм прошел без голов. Обе команды играли аккуратно. Во втором тайме на 50-й минуте открыл счет Роналду и вывел сборную Португалии вперед. Уже на 54-й минуте Нане увеличил разрыв в счете до 2-0. Таким счет продержался до конца встречи. 10 июля Португалия в финале встретится с Францией, которая обыграла в полуфинале Германию со счетом 2-0. Это были все самые важные и интересные новости недели. Следующий выпуск новостей смотрите в понедельник. Хороших вам выходных. До свидания.